Из книги «Открытым оком» 22 том. Тема «Лапкин. Книги. Вопрос 3461». Выдавали интервью газете об объединении. Напечатали они, где его? Отвечает Игнатий Тихонч Лапкин. Воссоединение церкви и игра. Газета «Два слова» за номером 20 от 22 мая 2007 года, страница 15. Игнатий Лапкин, староста Кристово-Звиженской общины РПЦЗ, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, МП и Православная Церковь за границей ничем не отличаются. В мае прошлого года в Сан-Франциско был четвертый всерзорубежный собор. Там был делегатом мой родной брат, протеерей Иаким. Он рассказал о том, что велись переговоры о соединении. До собора мы высказывались категорически против объединения, но решили, что каким бы ни был вердикт вышестоящего духовенства, мы ему покоримся. Стали молиться о том, чтобы нам не бунтовать против решения. Теперь в храмах Московской Патриархии могут причащаться приезжающие сюда туристы и, наоборот, наши в храмах за границей. Мы в благодати Московской Патриархии никогда не отрицали. Мы ходим в храмы МП. Наши люди 17 мая в праздник Вознесения Господня были в церквах, что в Покромском, то в Покровском, то в Знаменском. Это наша церковь, мы ее признаем. Мы всегда молились и молимся за Патриарха Алексия II, но священники МП нас не хотят слышать. Мы их зовем на проповеди Христе, но они не идут, потому это объединение ничего не дает. Говорят, после объединения сильнее нация будет. Не будет она сильнее. По большому счету, это игра. Это нужно Путину. 17 мая 2007 года, день подписания акта, называют исторической датой. В этом деле нет ничего сакрального, божественного. Когда обнародовали акт, стало известно, что приходы РПЦЗ на территории России, находящихся под омофором векарного епископа, будут подчиняться не митрополиту Восточноамериканскому Нью-Йоркому Лавру, а патриарху РПЦ. Такое положение дел нас насторажит. Мы такого не ожидали. Наша община пока заняла тактику в ожидании. Кавычки закрыты. Опрос. Геннадий Шейда, председатель исполкома Алтайского отделения Республиканской партии России. Прямая речь. Нынешняя власть сейчас пытается представить это как еще одно доказательство укрепления государственности, духовности и национального единства. Однако, на мой взгляд, в современном российском обществе к этому нет никаких посылок. Кавычки закрыты. Второе Коринфянам 13.11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. В Библии вообще отсутствует слово «объединение». Иеремия 2.22. «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестье твое отмечено предо мною», — говорит Господь Бог. 1 Коринфянам 15.33. 2 Коринфянам 15.33. 6 Коринфянам 15.33. В любой стране какой-то есть закон, пусть плохонький, совсем тоталитарный, его составит Чингисхат, Нерон, и полстраны в гулаг шутя затарит. Христос принес евангельскую веру, открыв ее снабил авторитетом, в нем презираются грехи, любая скверна, крещение омытый, узришь себя одетым. Что значит горско бедных рыбаков из ненавистной нации и презренных иудеев? Рекою смыть пытался их дракон, считая сумасшедшими за чужую идею. Но вот скукожился надменный древний Рим, уже пленен Константинополь разом. Во цветах от Корана Карус Рим Бог выжигает пламенем заразу, который раз Бог обновляет церковь. Конечно, не иконы, замшилые сердца, беда, когда светильники померкнут, там по чужую дудку приходится плясать. Без слова Божия, как можно Бога знать, чего он хочет ищет неустанно? В истории геройства жалкая возня, рожками кормят не небесной манной. Блажены мудры, возвышены Яговой. Народ, которому Евангелие верил, им не грозит духовный смертный голод. Перестановка там, последний будет первым. И непоколебим блаженствовал бы Рим. Меч мусульманский не сверкал в Софии. Там над грехом расцвел бы свой пурим. Не ухал на развалинах турецкий филин. Закон евангельский невести украшения. И воинам бывалым, былым, уволенным в запас. Там церковь, улей, пчелы, а не шершни. На водах Библии Христос спасает нас. 9 июня 2007 года Игнатий Лавкин.